Всем доброе утро, всем привет! Как вы уже поняли, сегодня среда, третий урок, третий урок курса моего сегодня. Посмотрим, что мы сегодня будем делать. Ну, я думаю, что мы будем делать то же самое, что мы делали и в понедельник. Сейчас я уже сижу в машине, я только подъехала, время 9.36. Приехала сегодня немного раньше, ну, потому что пацаны сегодня в школе, я их никуда не отвозила, не к родителям, хотя папа нас ждал, позвонил, говорит, вы где есть? Я вас жду. Я говорю, папуля, они же сегодня в школе. Вот, так что приехала пораньше, наверное, взяла с собой бутерброд. Дома что-то есть не хотелось, но сделала себе бутерброд. Сейчас пойду себе сделаю чайку, перекушу, и мне хватит до часу, я думаю, вот. Этот колледж находится в промзоне, тут всякие разные промышленные такие предприятия, заводы и так далее, поэтому вот райончик, кстати, грязноватый. Так вот, так я смотрю, постоянно где-то что-то валяется, какие-то пакеты летают, ну, потому что промзона. Вот. И вот это вот большое здание, это, по-моему, большие залы для свадьбы и так далее. Что-то такое, да, называется новея, 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 что-то такое. Ладно, я буду выходить, выключаю машину, поставила так хорошо машинку сегодня прям возле-возле колледжа, стояночка здесь была свободная, вот мои сумары, сумки, которые я буду брать с собой, и я пошла. Вот там через дорогу есть магазин, вот он, который я уже давным-давно хочу зайти и посмотреть, что же там есть, ну, там по вывеске все, понятно, что там все для кондитерских изделий и так далее, вот, поэтому мне очень интересно пойти туда и посмотреть, что же там, что же там такие за штучки-дручки есть, вот. Но все некогда, нет времени, все бегом-бегом-бегом. На улице у нас сегодня очень жарко, хотя есть такой ветерок приятный, но все равно очень жарко и большая влажность. Старший сын, старший сын, старший брат моего мужа вчера уехали. Улетели в Америку, они еще летят, им еще лететь, ну, где-то часа 4-5 точно. Вот, самолет у них был в час ночи, так что у нас вчера были слезы, расставания, потому что улетели они на месяц и неделю. Это очень-очень многое, мы никогда, никто у нас, как бы, семьи на такое долгое время никуда не улетел, не улетал ни из нашей семьи, ни из их семьи, поэтому для всех очень тяжело и непривычно. Ну, я думаю, что все будет хорошо, и то, что они получат очень большое удовольствие, и потом приедут и будут рассказывать очень много интересных историй. Ну, а я пошла, все. Я зашла в класс, никого нету, но там есть девочка на улице, которая с нами учится. Я сейчас поставлю все свои сумочки и пойду сделаю себе чаек, возьму свой бутерброд. В понедельник я кошелек и все-все-все бросила сюда, но потом, после того, как мы работаем с окрылым, то в этой сумочке очень-очень воняет, поэтому сегодня я решила взять свой рюкзак, чтобы у меня тормозок не был в этой воне, вот, поэтому все сегодня отдельно. Что у нас новенькое появилось в классе? Пронесли нам лампы. Я не знаю, что мы сегодня уже будем тренироваться, сушить что-то будем, ногти, не знаю, короче. Посмотрим, что сегодня будем делать. У нашей учительницы тоже есть лампа. Посмотрим. И много-много лаков OPI. Они любят это дело вот в этом колледже, любят эту фирму американскую, они работают только с американскими, сотрудничают только с американскими лаками. Вот. Ну, OPI, конечно, это классно, но очень-очень дорого. Здесь в Израиле стоит 160 шекелей, вот такая вот одна баночка, 160 шекелей. Это ужас. Это 50 долларов. Перекус. Я уже возле школы, закончилась моя учеба, я даже поехала, навестила, заехала к папе, проверила, как они там с дедушкой. Вот. У них там много дел дома, нужно полы мыть, все. Ну, сказала папе, ставь на пятницу, в пятницу утром я к нему поеду. Вот. И все, это сделаем. Сейчас сижу, жду пацанов. Вот. Потом дальнейшие планы купить мясо, фарша и приготовить обед. И все. И спать хочу, и скупаться хочу. Вот. И просто полежать и отдохнуть. Да, тренировались сегодня на учебе на руке, на пластмассовой, делали квадратную форму, работали с квадратной формой и работали с круглой формой, делали круглую форму. Вот. Ну, так ничего, в принципе, ничего. Ничего так, ничего. Посмотрим, что будет дальше. В понедельник, в следующий у нас будет примерно точно такое же задание, точно такой же урок. Вот. А в среду, в следующий у нас будет урок по первая помощь. Будет первая помощь. Вот. С ногтями ничего не связано. Вот. Будем проходить первую помощь, урок. Я его делала, когда проходила курс педикюр-маникюр тоже, вот, без него не дают диплом. Поэтому приходится делать. А то, что я делала педикюр-маникюр, так как я уже делала это два года тому назад, то уже это не подходит. Закончился срок вот этого диплома, придется делать заново. Так можно было бы не ехать в среду, но придется ехать. Купили мясо, мороженое, фигни всякие, короче. Сейчас перейдем домой.